Омский «Хорлят» впервые принял сельский лёд. На протяжении трёх лет первенство региона по хоккею среди дворовых команд проводилось исключительно в районных центрах, где создана инфраструктура для излюбленного зимнего вида спорта омичей. В этом же сезоне вторая отборочная игра состоялась в селе Элита Москаленского района. И хозяевам этого тура удалось доказать, что благодаря энтузиазму и любви к спорту местных жителей даже в небольшом населённом пункте возможно создать все условия для игры в хоккей. Я безусловно очень благодарен этому проекту. И не случайно сегодня он на открытии назвал его народным. Он действительно народный. Вот мы первый раз проводим именно в сельском поселении. Проводили в районных центрах. А сегодня первый зональный турнир именно в сельском поселении. Это тоже такое очередное достижение. В том, что практически все районы Омской области участвуют в этом турнире. Это тоже огромное достижение. И вообще есть много других задумок, которые к этому проекту будут притянуты для того, чтобы именно ребятам создавать условия для нормального человеческого существования, для жизни, для стремлений, для побед. На этот раз за право пройти в финал боролись команды из Марьяновского, Москаленского, Селькульского, Полтавского и Тюкалинского районов. Два дня напряженных матчей позволили элитинской команде в очередной раз доказать, что они по праву заслужили звание сильнейшего коллектива Москаленского района. Второе место и также возможность сыграть в решающей встрече, которая состоится с 3 по 5 марта, заполучили старожилы омских орлят и селькульский форпост. Болельщики – это самое главное. Мы для них как бы и играем, но и для себя. Это как бы нам идет, мы уверены в том, что мы дома, и это нам уверенность дает. Ребят ждали не только спортивные баталии. Для совсем юных любителей хоккея мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России и член Совета директоров омского авангарда Евгений Шастин организовал открытую тренировку, где научил их основным приемам, рассказал, как правильно выполнять торможения и маневрировать, а также наставлял вратарей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Для меня была очень большая честь тренироваться с таким великим тренером. Мне очень понравилось, и я усвою все правила, которые он нам рассказал. Буду отрабатывать свои слабости и свои хорошие стороны. И буду заниматься хоккеем. После тренировки легенду омского хоккея окружили желающие задать вопросы и, конечно же, взять автограф. Организаторы турнира позаботились не только о комфорте ребят и всех условиях для хороших и интересных игр, но и об их досуге. Юных хоккеистов ждала оранжевая вечеринка и праздничный концерт, где чествовали лучших игроков. К слову, на этот раз ребят ждали не только традиционные медали и кубки, но и несколько сюрпризов. Команде победительницы вручили специальный подарок от Министерства спорта Омской области, а обладателя еще одного приза выбрал личный Евгений Шастин. Вручили меня до глубины души. В задний момент, когда играл ваша элита в тюкалинском. По младшей команде тюкалинского старались, сопротивлялись, проиграли. Но у них есть такой мальчишка, 8-й мая, как он ложился под шаги, этого много стоит. Я не сомневаюсь, что из этого парня это настоящий мужчина, который в свое здоровье ложился под шаги и защищал свою команду. Когда игрок щелкает или кидает, там у тебя выходит доля секунды думать, что тебе делать, и так получается, что всегда ложишься под шаги, чтобы тебе не забили гол. Я очень рад, что он заметил, что я ложился под шаги, как настоящий мужчина, как он это сказал. Мне было очень приятно, и приятно было моей команде, моим игрокам. Напомним, что ранее свое право на участие в финале уже доказали представители Черлакского и Калачинского районов. Следующие претенденты станут известны 5 февраля по итогам тура, который состоится в Таврическом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова